сегодня я хотела бы вам рассказать как математика может помочь вам быту ну вот хотя бы финансовой части предположим вы пришли в банк и хотите взять кредит или наоборот положить депозит в банк большинство людей в нашей стране основополагающим фактором для этого является процентная ставка вы услышали по радио что в каком-то банке процентная ставка ниже чем в другом и вы именно в этот банк идете брать кредит на самом деле все немножечко запутаннее поэтому попробуем разобраться сейчас познакомимся с первым видом процентов это простые проценты простые проценты это метод начисления процентов в котором сама сумма проценты начисляется на первоначальную сумму вклада разберемся на примере вначале определимся с некоторыми параметрами вначале времени когда вы пришли в банк и взяли в нем кредит у вас вы взяли в кредит сумму s ну просто обозначим ее так через некое некоторое время т данная сумма выросла то есть вы должны через некоторое время т отдать сумму больше мы обозначим это с со звездочкой при расчете простых процентов с со звездочкой будет вычисляться следующим методом то есть с со звездочкой равно с умноженное на единицу плюс и т где и это процентная ставка 10 процентов годовых 20 и так далее это период в годах на которые вы берете данный кредит все достаточно просто рассмотрим пример предположим вы взяли 100 условных единиц в банке в кредит по 10 процентов годовых на два года подставив соответствующие значения формулу вы получи мы получим что через два года вы вынуждены выплатить банку 120 условных единиц то есть на 20 единиц 20 единиц банк на вас заработает вот так вот будет выглядеть выплаты по процентам если вы договорились подписали с банком контракт есть что вы будете выплачивать данный кредит равными суммами каждые три месяца то есть у вас за два года будет 8 кварталов вы разделите общую сумму кредитов 120 условных единиц на 8 и получите что получится что вы будете выплачивать по 15 условных единиц в квартал достаточно просто таким образом будет выглядеть график простых процентов график простых процентов данном случае на оси и x это ось времени т оси y это денежная ось или ось выплат которые вы должны будете сделать банку простые проценты за счетовой называются простыми что графиком их является просто прямая чем дольше вы во время на дольшее время взяли кредит тем соответственно большую сумму вам придется выплатить банку достаточно все просто рассмотрим следующий вид процентов это сложные проценты сложные проценты этот метод начисления процентов при котором начисление происходит на сумму не на момент не не на первоначальную сумму долга а на сумму на момент выплат что это значит обозначение будут оставаться такими же c будет являться начальной суммой ту которую вы взяли банки в кредит c со звездочкой эта сумма которую вы вынуждены выплатить банку через время т сложные проценты описываются по рассчитываются по следующей формуле где и напомню это процентная ставка а то это время в годах давайте разберемся как насчитываются сложные проценты что значит что она рассчитывается на сумму долга в момент выплаты процентов это значит что первоначальная сумма c через момент времени t становится c со звездочкой которая рассчитывается по следующей формуле дальше банк считает что как будто на следующий период вы взяли у него еще один кредит но уже не c а c со звездочкой он будет больше чем первоначальный c и на него снова применил формулу следующую и и в через два периода у вас уже будет значение c с двумя звездочками которая будет рассчитываться по следующей формуле то есть два раза применяться одна и та же формула давайте рассмотрим пример рассмотрим такой же пример вы взяли 100 условных единиц в банке в кредит по 10 процентов годовых на два года а подставив соответствующие значения формулу сложных процентов вы получите что через два года вы вынуждены выплатить банку 121 условную единицу напомним что в предыдущем примере было 120 условных единиц что где-то вас уже вы чувствуете что вас начинают обманывать разберемся почему а следующим образом будет выглядеть ваши выплаты если вы будете договорились с банком что вы будете выплачивать ваш долг равными частями в течение каждые три месяца в течение двух лет мы просто разделили 121 условную единицу на восемь частей получилось что каждые три месяца вы должны принести в банк ровно заработанные 15 до 15 целый 13 сотых условных единиц рассмотрим график сложных процентов напоминаю что по оси а x у нас ось времени t по оси о y это у нас денежная ось то сколько вы должны заплатить банку хочу обратить ваше внимание что сложные проценты график уже не прямая а изогнутая такая линия сохраняется закономерность что чем на дольше период вы взяли кредит тем больше вы вынуждены заплатить банку ну такова жизнь рассмотрим эти два графика на одной плоскости обратим внимание что красным обозначен график сложных процентов зеленым обозначен график прямых простых процентов до одного года график сложных процентов находится ниже чем график простых процентов что это значит это значит что если вы берете кредит до одного года меньше выплат вы сделаете именно по сложным процентам и наоборот что при t более единицы больше единицы то есть при кредите больше чем на один год зеленая линия находится под красную, то есть вы будете делать меньше выплаты банку именно по простым процентам. Как известно, банки у нас товарищи хитрые, поэтому в основном они не образовывающим людям в финансовой части предлагают при кредите длительностью больше 1 года сложные проценты до 1 года простые проценты, чтобы заработать естественно больше. Это мы с вами рассмотрели, если выплаты происходят равными частями в течение всего периода, на который вы взяли кредит. А теперь предположим, что у вас есть планы на жизнь, что в ближайшее время вы ощущаете, что у вас будет хорошее финансовое состояние, и вы хотите как можно больше, как можно быстрее избавиться от данного кредита, от кредитного ига, и вы хотите выплачивать тело кредита по убывающей. То есть вы сначала хотите как можно большую сумму покрыть, а потом как получится. Или наоборот, другая ситуация, вы не уверены в своих силах, вы не знаете, вам не предвидится в ближайшее время какая-то особая перспектива в работе, но когда-то вдалеке блещет хорошая работа, и вы считаете, что вы будете через три года, например, у вас будет возможность выплачивать больше по кредиту. Рассмотрим эти два случая. В данном, в данных случаях мы рассматриваем сумму, которую вы взяли в кредит, не как одну сумму 100 условных единиц, а как три суммы, например, 50, 30 и 20. И будем рассматривать это как три разных кредита. В данном, в первом случае, а, сумму 50 условных единиц вы взяли всего на год, и всего за год заплатите по ней проценты банку. Сумму в 30 условных единиц вы взяли на два года, и будете всего за два года выплачивать проценты за нее банку, и так далее, с суммой 20 условных единиц. И в случае Б, наоборот, сумму меньшую вы взяли на более длительный, на более короткий срок, а сумму, которая больше, вы взяли на длительный срок. Соответственно, выплаты по этой сумме у вас будут гораздо больше. Пересчитав эти два случая, мы получим, что действительно в случае А вы вынуждены будете выплатить банку 117 условных единиц, а в случае Б, когда у вас суммы выплачивались по нарастающей, вы вынуждены будете суммарно выплатить банку 123 условные единицы. Рассмотрим это на графике. Голубым учтены, показаны, нарисованы линии, когда в сложный кредит выплачивается сначала большие суммы, потом меньшие, то есть по возрастающей. Они находятся выше черной линии, которая является линией, когда кредит вы выплачиваете равными суммами. То есть голубые линии отображают, что сначала вы выплачиваете 20 долларов, потом 30 долларов, потом 50. Эти линии находятся выше черной линии. Это значит, что суммарные ваши выплаты по кредиту будут больше, чем при черной линии. И наоборот, с розовыми линиями, когда вы выплачиваете кредит по убывающей, то есть сначала большие суммы, а потом все меньше и меньше. Общая суммарная стоимость выплат по кредиту будет гораздо меньше. Сделаем какие-то выводы для себя. Что я вам рекомендую? Если вы не уверены в своих силах, если вы не знаете, какое вас ждет в дальнейшем будущее, я вам рекомендую не рисковать и брать кредит в банке с равными платежами, то есть с равными суммами выплат. До года я рекомендую вам брать сложные проценты, больше года простые проценты. Если вы точно знаете, что в ближайшем времени у вас ожидается какой-то финансовый подъем, я вам рекомендую брать сложные проценты, но погашать кредит как можно быстрее, как можно скорее, чтобы общие суммы выплат по данному кредиту были минимальные для вас. Учите немножко математики, и это вам сэкономит деньги. Спасибо. Их существует очень большое количество, но я смотрела в данном случае самые часто распространенные схемы. Там в кредитной финансовой математике есть разные нюансы, когда вы выплачиваете в начале периода, в конце периода, когда вы выплачиваете сначала, например, только проценты по кредиту, а потом уже сам долг. То есть есть абсолютно разные схемы, но вот когда вы пришли вообще не сведущим о финансовой математике в банк, чтобы определиться, что вас пытаются где-то надурить, в принципе, этого достаточно. Да. А вот, допустим, если мы запланировали по возрастающей, да, ну, допустим, 20, 30, 50, а я вместо 30 уже вношу 50. Это хорошо или плохо, и возможно... Это хорошо. Чем... Если вы вносите больше... Да, но это наоборот лучше. Вы улучшаете свой план. Смотрите, многие банки сейчас в Украине подписывают договоры такие со своими клиентами, что запрещено досрочно погашать кредит. Но на самом деле законодательством украинским такой договор недействителен. То есть банк не может запретить человеку, физическому лицу погашать кредит досрочно. Поэтому, если у вас появились лишние деньги, чтобы покрыть кредит, это только улучшить ваше финансовое состояние. И ситуация наоборот. Допустим, я сказал, заявила о 50, а могу сейчас нанести только 20. Это... Опять... Это значит, что вы пошли на риск, но, к сожалению, проиграли, и итоговые выплаты по кредитам будут, к сожалению, больше, чем вы рассчитывали. Они растянутся, да? Они растянутся и суммарно будут больше. Чем больше растягиваются выплаты во времени, тем больше оно, как нарастающий ком, сам кредит денежно увеличивается. А если мне говорят, что пытаются подписать этот договор, что запрещается досрочно, я могу сказать, вот законодательство, ребят, у меня нет, но вы только... В принципе, да. И не подписываете? Да. Насколько я знаю, они не запрещают досрочно погашать, они вводят систему штрафов за досрочное погашение. Могут это делать? Это могут делать. Но... Но, опять же, это если вы подписываете соответствующий договор. Нужно... Просто они дадут мне кредит, если я не подпишу. Конкуренция между банками в Украине настолько велика, вы спокойно найдете банк с достаточно лояльными условиями. Скажите, пожалуйста, скрытые проценты, как будут влиять на ваши границы? Скрытых, ну, такого понятия, как скрытых процентов нет. Есть... Они хорошо в сумму получают. Да, это зачастую банки говорят, это не скрытые проценты, это суммы за обслуживание кредита, как они это называют. Они заодносятся на сумму вашего граница? Нет, обычно это пол-один процент, но это достаточно, если вы берете большую сумму в банке, это достаточно ощутимая сумма. Опять же, есть разные условия, которые предлагают, ну, разные банки предлагают абсолютно разные условия. Если вы не знаете, на что обращать внимание, вам, естественно, подсунут самый такой невыгодный для вас контракт. Если вы спросите у менеджера банка, а есть ли вот с такими-то, такими-то условиями, я уверена, что в 80% случаев они удовлетворят ваши требования. То есть конкуренция, опять же, повторюсь, настолько велика, что вы пойдете в соседний банк, в котором есть данные условия. Скажите, кредиты, которые предлагают магазины, на сколько можно попасть в посад, когда говорят, что это беспроцентный кредит и мы ничего не потеряем? То есть действительно ли это так? Смотрите, в большинстве магазинов, то, что беспроцентные кредиты предлагают обычно в больших сетях с бытовой техникой. На самом деле эти кредиты с процентами, просто сами сети, которые сотрудничают с тем или иным банком, покрывают процентные ставки по данному кредиту. То есть им выгодно сделать там на 8-10% скидку вам и этой скидкой перекрыть ваш кредит и продать товар сейчас, чем вы уйдете и там забудете или пойдете в другой магазин и тому подобное. Но, опять же, тут нужно быть осторожным. Во-первых, в таких беспроцентных кредитах есть проценты за обслуживание кредита, а также есть обязательное страхование имущества, которое вы взяли в кредит. Но оно может быть обязательно, может быть не обязательно. Нужно, опять же, читать договор, который вы подписываете. То есть, если, например, вы не смогли выплатить кредит, банк получает ваш трехлетний телефон и ничего с ним не может сделать. Поэтому страхование именно таких рисков будет возложено на потребителя, то есть на вас, на человека, который берет кредит. А основная сумма по кредиту будет погашена самой сетью. Поэтому вполне возможно, что действительно кредит беспроцентный. То есть важно просто читать договор? Да, важно читать договор. Все? Еще последний вопрос. То есть, если я хочу договорить, я могу сама выбрать либо сложный, либо простой процент. То есть мне не могут навязать. Не, ну если вы не знаете существования тех или иных, вам могут навязать со что угодно. Если вы знаете, вы, во-первых, уточните, какой это процент сложный или простой. И вам сказали, например, это кредит до года, на полгода, но это сложные проценты. Наоборот, простые. Они вам не подходят. А вы просто поинтересуетесь. А есть ли у вас какая-то другая кредитная линия или схема, по которой вы можете, ну, со сложными процентами, по которой вы можете взять кредит? Я, опять же, уверена, что в 80 случаях то, что вы спросите, будет в данном банке. Ну, все. Что такое, в принципе, биетика? Если коротко, то биетика – это способ решения, способ поиска ответов на те или иные медико-биологические вопросы. Это призвание к диалогу.